МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.РУ. Здравствуйте. В студии Оксана Савакова. И вот некоторые темы выпуска. Трагическое происшествие. В поселке Изумрудный на строителей обрушилась стена коттеджа. Хорошие деньги за отличную учебу. Курганским студентам существенно повысили стипендии. Заоблачная охота. Новую игру для автомобилистов провели сотрудники радио за облаками. ЧП в поселке Изумрудный 15 октября. Там обрушилась стена и перекрытие второго этажа в строящемся коттедже. В результате под завалами оказались двое рабочих. Через 17 минут после сообщения о происшествии на место прибыли спасатели. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и домкрата они вытащили одного из оказавшихся под завалом. Бригада медиков доставила его во вторую городскую больницу. Второй же пострадавший 37-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Причины обрушения не установлены. По данному факту, следственным комитетом по городу Кургану проводится доследственная проверка. По предварительным данным, пострадавшие проводили сварочные работы. В доме номер 39 по улице 9 мая в Кургане до сих пор нет тепла. В квартирах жильцов холоднее, чем на улице. И неделю назад трехмесячный ребенок попал в больницу с двусторонней пневмонией. В ситуации разбирался Михаил Белокрылов. Здесь батареи все мы замазывали, замазывали, потому что они уже текут. Видите, как бы что замазывали, сами сделали, и все. Чтобы ни одна организация не делала этих. Делаем все за свой счет. Каждую осень отопление жильцам включают в конце октября. А в прошлом году его дали и вовсе 15 ноября. В квартирах сейчас столбик термометра остановился на отметке минус 1 градус. Жители дома рассказывают, что за последние два года ответственными за содержание дома становились уже 7 управляющих компаний. Каждый месяц. То одни, то вторые. То одни разорились, а то вторые разорились. Говорят, что дом этот невыгодно им держать. Делаем сами здесь все в доме. То есть все за свой счет? Да. Из-за отсутствия тепла трехмесячный ребенок одной из жительниц дома еще неделю назад попал в больницу имени Красного Креста с двусторонним воспалением легких. Обратились к нашему независимому директору Жижину. Он даже не был в курсе, что у нас отрезали отопление и до сих пор не дали. Он нам предложил самим полностью найти электрика, сделать самим заглушки и тогда он включит отопление. Но в данный момент мы нашли электрика, нашли заглушки, отопления до сих пор нет. Жители обращались в управляющую организацию РИСК-ЖУ, по чьей вине и отсутствует долгожданное отопление в квартирах. Однако там людям ответили, средств на запуск тепла в дом нет. Спасла ситуацию другая управляющая компания «Сервис», работники которой по просьбе представителя департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана отремонтировали тепловые сети. Сети также нуждались в какой-то замене, значит там запорная мотора требовала замены, то есть ее заменили вот таким образом. На сегодняшний день достигнута договоренность с администрацией, то есть работы мы какие-то выполним, опрессуем. То есть, скажем так, завтра, наверное, завтра люди получат тепло. Михаил Белокрылов, Андрей Лагунов, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курганру. Долгожданное тепло жители Катайска получили, но проблемы остаются. Напомним, 7 октября на территории города был введен режим чрезвычайной ситуации. Своим постановлением администрация города хотела защитить население от замерзания в домах и квартирах. Температура воздуха понизилась, а отопление отсутствовало. Данная ситуация сложилась вследствие задолженности теплоснабжающих предприятий СИП «Энергострой» и «Ремжилсервис» перед поставщиками энергоресурсов компании «Газпром Межрегион Газкурган». Общая задолженность за поставку газа составила 30 миллионов рублей. Главное управление МЧС привели в режим повышенной готовности, был создан оперативный штаб. 10 октября в Катайске началась подача газа на центральную котельную и подключение потребителей через теплопункты. Пока поставщик услуги, хозяин котельной, договорились о рассрочке платежей по долгам. Да, эта ситуация может повториться. Мы направили письмо СИП «Энергострою» с просьбой подтвердить свои обещания. Он обещал, что поставит еще один котел на 16 мегаватт, чтобы обеспечить запасным аварийным котлом город Катайск. Но пока нам обратно письма нет, и поэтому в данной ситуации хотелось бы, не знаю, но единственным правильным решением будет выход из данной ситуации, конечно, хотелось бы иметь свою муниципальную котельную. У курганских студентов появился стимул учиться лучше. С 1 октября стипендия за отличную учебу увеличилась на 80%. Теперь ребята, которые сдали летнюю сессию на хорошо и отлично, будут получать 2481 рубль. Кто окончил учебный год с одной четверкой, получат 4963 рубля, а отличники – 7500 рублей в месяц. Выплаты для студентов первого и второго курсов составят от 6 до 9 тысяч. Больше всего повышение отразится на тех, кто особенно отличился в спортивной, научной или общественной деятельности. Минимальный размер их стипендий теперь колеблется от 13 до 18 тысяч рублей. Конечно, каждому студенту приятно, когда поощряют его заслуги. Всем ребятам очень приятно, разговоры ходят, все радостные, счастливые. Конечно, в первую очередь это мотивация к дальнейшей научной деятельности. По словам исполняющего обязанности ректора КГУ Романа Скиндерева, государство заинтересовано в стимулировании талантливой молодежи. Повышение стипендий должно вернуть работающих студентов обратно за парты. В зависимости от успеваемости она у нас дифференцировалась. 1300 – это обычная стипендия. Для тех, кто на хорошо и отлично учится, это 2500 и 4600 было отличное. В этом семестре у нас произошло повышение стипендий. Оно связано с определенной бюджетной политикой Российской Федерации. Финансовые изменения коснулись не только Курганского госуниверситета. Благодаря новой бюджетной политике государства, новые высокие стипендии уже в конце октября получат студенты всех высших и среднепрофессиональных государственных учебных заведений. Марина Белкина, Алена Нашкина, Андрей Лагунов, Светлана Брагина. Проблеме воспитания детей в приемных семьях была посвящена научно-практическая конференция педагогов. Она прошла в Институте развития образования и социальных технологий. С 1 сентября прошлого года в стране действует закон об обязательной подготовке граждан, которые хотели бы взять на воспитание ребенка. Поэтому мероприятия, посвященные этому вопросу, областное управление образования проводит регулярно. Специалисты по работе с приемными семьями и родители говорили о проблемах современной семьи и искали пути их решения. Систематическая работа в данном направлении ведется в Заурале на протяжении нескольких лет. Работает школа приемных родителей. Мы подготовили родителей 21 человек, которые прошли обучение в объеме свыше 500 часов и стали своего рода тьютерами, социальный педагог семейного профиля, который работает в соседско-сельском социуме. Формирование правовой, родительской и психологической компетенции, грамотность в вопросах воспитания детей является неотъемлемой частью работы на подобных встречах. Специалисты обмениваются опытом, разбирают ошибки других, поскольку порой родители теряются даже в самых простых ситуациях, а полученные знания помогут им избежать конфликтов и проблемы возраста детей. Ребенка воспитывает не только родители, ребенка воспитывает все социальное окружение, семейное окружение, это все члены замещающих семей. На базе института с 1 сентября работает социально-психологопедагогический центр. В нем оказывают адресную помощь как семьям, так и специалистам системы образования. На сегодняшний день в области более 5000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 80% из них определены в приемной и замещающей семьи. Одна тысяча несовершеннолетних остается жить в детских домах и интернатах. Елена Шевкунова, Андрей Лагунов, информационное агентство Курганру. За облачную охоту на жителей Курганской области устроили сотрудники одной из радиостанций. Мишени автолюбителей Каргополья, Шадринска, Далматова, Катайска получили не только призы, но и отличное настроение. Обычно все игры радио проводят для жителей Кургана, хотя за облаками слушает вся область. Мы решили этот пробел исправить и увидели очень живой и большой отклик со стороны наших слушателей в этих небольших городах Курганской области. Мы раздаем подарки, встаем в каком-то месте засекреченном, потом выходим в эфир, говорим какое это место, и люди подъезжают на своих автомобилях, получают хорошее настроение, ну и конечно подарки от радио за облаками и от наших партнеров. В Шадринске было несколько точек. На городской вокзал подъехали порядка 20 автомобилей. Организаторы Креста не ожидали такой активности горожан. Найти нас очень просто, мы не выбираем сложные какие-то точки, мы находимся в центре, вот уже стояли на площади имени Сдобного, мы уже стояли у вокзала, ну и следующая, третья наша точка в городе Шадринске, мы находимся по улице Камсомольская. Главное условие участия – это мобильность и соблюдение правил дорожного движения. Я слушаю радио за облаками и активно принимаю участие в акции. Слушал, отъехал от магазина по работе, включил радио за облаками, и тут как раз говорили об этой акции. Я увидел ребят на площади и вот преследую их по маршруту. Как раз ехала по Курганскому тракту, и как раз я их первое увидела, когда они остановились, вот где Шадринск написано, вот они как раз там встали, вот я за ними везде езжу сейчас. Развлечение закончилось вечером в Кургане, вручением суперприза самому мобильному игроку, а музыка радио за облаками продолжает радовать своих слушателей. Там очень хорошая музыка, мне нравится, она, ну, как сказать, не напрягает слух, что спокойная, мелодичная, вот меня вот этим больше привлекает это радио. Большую часть времени я провожу за рулем, то есть музыка хорошая, мне нравится, есть и романтическая музыка у них, есть и какая-то такая позитивная, которая настраивает на какую-то волну. Светлана Епифанова, Александр Киселев, информационное агентство Курган.ру. Очередная порция нарушения правил дорожного движения, а также новые сообщения об НЛО в рубрике «Мобильные новости». На трассе Курган-Шадринск возле поселка Огонек водитель иномарки решил обогнать грузовик и выехал на полосу встречного движения. Видимо, не рассчитав расстояние, он едва не допустил столкновения со встречным автомобилем. На проспекте машиностроителей в Кургане на перекрестке возле остановочного комплекса Некрасова водитель иномарки пересек двойную сплошную линию и выехал на полосу встречного движения. Сначала он остановился на красный сигнал светофора, а затем, обгоняя всех, продолжил движение по встречке. На перекрестке улиц Пушкина и Свердлова в Кургане водитель пассажирского пазика выехал на запрещающий сигнал светофора с правого ряда и повернул налево. В рубрику «Мобильные новости» пришло сразу несколько сообщений о неопознанном объекте. В одном из роликов виден свет, который затем растворяется в воздухе. «Непонятный объект внезапно появился и также растворился», – комментирует Рашид. Видео было сделано 10 октября текущего года в районе Троицкой площади в Кургане. Сообщение об этом же объекте пришло и еще от одного репортера «Мобильных новостей». Павел заснял его на свой фотоаппарат, но уже в микрорайоне Рябково. «Очень похож на комету или метеорит», – пишет Павел. Еще один житель Кургана сделал видеообъекта на перекрестке улиц Гуголя и Кирова. Он предположил, что данный свет – это ступень от ракеты. Если вы стали свидетелем интересного или необычного события и успели сделать фото или видео, присылайте в рубрику «Мобильные новости» на сайте Курган.ру. Сколько детских садов построят в следующем году и где установят памятник Тимофею Невежину? Обзор новостей далее в рубрике «Печатный вестник». Вкладывать деньги, не получая результат – непозволительная роскошь. Заголовок к статье на сайте «Нового мира». Правительство области утвердило проект закона об областном бюджете, рассчитанном на три года. Важность происходящего подчеркнул губернатор Олег Богомолов. Он отметил, что впервые область перешагнет рубеж в 40 миллиардов рублей по консолидированному бюджету. С учетом бюджетов муниципальных образований, внебюджетных фондов, трансфертов. При этом, чтобы наполнить казну, поработать придется не только налоговым службам. Расходы областного бюджета достаточно серьезные и составят более 34 миллиардов рублей, рост 25%. Такими же темпами должны расти и доходные источники. Руководители отраслей должны знать ситуацию по каждому предприятию. Что происходит и почему сегодня не формируется необходимый объем прибыли для налогообложений. Мы должны понимать, или это ситуация на рынке, или это непроизводственные расходы, заявил губернатор. Необходимо в рамках подготовки трехстороннего соглашения определить минимальную зарплату, которая должна быть реализована на всех предприятиях во внебюджетном секторе экономики. Чтобы мы выстраивали отношения со всеми хозяйствующими субъектами в Зауралье, в том числе в малом и среднем бизнесе. Люди должны получать достойную зарплату с учетом инфляции, чтобы они не съедали тот уровень доходов, который есть у населения. Главы муниципалитетов и генподрядчики отчитаются перед губернатором по строительству детских садов, узнаем на сайте областного правительства. Олег Богомолов держит на особом контроле строительство и капитальный ремонт детских садов. Главным управлением образования ведется мониторинг хода работ. По итогам видеоконференции с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, глава региона дал поручение через две недели пригласить на отчет по темпам строительства новых садиков глав муниципальных образований и генеральных подрядчиков. В этом году Курганская область получила из федерального бюджета дополнительно около 434 миллионов рублей в рамках исполнения указа президента по ликвидации к 2016 году очередности учреждения дошкольного образования. Из областного бюджета на софинансирование проекта выделили 145 миллионов рублей. На эти средства в Заурале начали строительство сразу 13 детских садов. В четверности ведется капитальный ремонт. В 2013 году завершено строительство двух детских садов на 100 мест в селе Шатрово, который введен в эксплуатацию с 1 сентября, и на 90 мест в селе Веденское, который планируется открыть в ноябре. Всего в 2013 году в рамках реализации областной дорожной карты планируется создать более 2400 дошкольных мест. Тимофей Невежин будет ждать нас у вокзала, сообщает газета «Курганы-курганцы». Рабочая группа по реализации муниципальной целевой программы «Любимый город» определилась с местом для памятника основателю Кургана. Большинство жителей, принявших участие в опросе, равно как и руководители города, считают, что это должна быть привокзальная площадь. Именно здесь когда-то стоял памятник первооснователям города. Именно отсюда каждый, кто приезжает в Курган на поезде, начинает знакомство с городом. Скульптор Ольга Красношейна пообещала начать изготовление памятника 1 декабря. Памятник встанет в той части сквера, что ближе к дворцу культуры железнодорожников. Стоящие здесь деревья уберут, площади из-за них не видно. В сквере уложат плитку. Будут внесены коррективы в весь комплекс привокзальной площади, включая остановочные комплексы, киоски, микрорынок, фасады зданий. Эти работы нельзя затягивать. Разработку проектно-смертной документации решено закончить к 30 ноября. Открытие памятника намечается в следующий день города. В культурно-выставочном центре состоялась церемония награждения лауреатов 8-го областного конкурса профессионального мастерства «Школа года». Жюри подвело итоги и оценило лучшие творческие проекты преподавателей школ искусств. Конкурс мастерства «Школа года», в котором принимают участие преподаватели в области искусства, давно перестал быть лишь профессиональным соревнованием за звание лучших. Это прежде всего обмен опытом между коллегами. В этом году они представили свои работы в номинациях «Школа года», «Лучший преподаватель» и «Новведение бренд года». Самое главное – творчество, настроение творческого. Потому что вот если нет духа в школе или у преподавателя вот этого творческого начала, очень сложно. Но наши преподаватели, к счастью, большинство из них очень творческие люди, очень талантливые и они самое главное умеют передать. Лауреатами главной номинации «Школа года» стали детские музыкальные и художественные школы номер один города Кургана, детские школы искусств села Целинное и города Щучье. Лучшими преподавателями признаны Людмила Никифорова и Ольга Харламова, представители четвертой музыкальной курганской школы. И Ольга Кузнецова, преподаватель изобразительного искусства из Катайска. Она работает с детьми седьмой год, но в конкурсе принимала участие впервые. Преподаю детям жилопись, рисунок, композицию, декоративную, прикладную. Поддавала заявку на высшую категорию, материалы пошли на конкурс с портфолио. В номинации «Бренд года» были представлены интересные инновационные проекты, реализованные в 2012-2013 учебном году. Лариса Крупченко стала призером номинации в категории «Лучший творческий проект». Она с удовольствием поделилась знаниями с коллегами. Ее работа «Женщина, как ты прекрасна» по оценке жюри признана современной и актуальной, поскольку направлена на повышение интереса к истории, культуре и уважению женщины-матери. Как человек творческий я всегда стремлюсь к самосовершенствованию. Мне было очень интересно участвовать в этом проекте. Все, что я умею, все свои знания, свой опыт я отдаю своим ученикам. Победители конкурса получили денежное вознаграждение на дальнейшее творческое развитие и дипломы лауреатов. По словам организаторов конкурса, радует, что с каждым годом количество участников растет и на педестале появляются новые лица. Елена Шевкунова, Александр Менщиков, информационное агентство Курганру. Несмотря на то, что сезон отпусков завершен, специалисты говорят, что сейчас самое время подумать о том, где вы проведете зимние каникулы. Какие направления наиболее популярны на раннее бронирование, расскажем в следующем сюжете. Гарантия хорошего отдыха – правильно выбранная туристическая компания. Профессионалы оформят поездку по всем правилам в срок и с учетом ваших пожеланий. Агентство «Тысяча один тур» на российском рынке существует более 10 лет. В Кургане специалисты компании уже три года успешно отправляют зауральцев на лучшие мировые курорты. Каждый оператор отдельно проверяется, чтобы он был надежный, чтобы он нас не подвел. Отсюда качество наших туров, отсюда всегда стопроцентная гарантия, что турист хорошо улетит, прилетит, вернется довольный и отдохнувший. Туристическое агентство «Тысяча один тур» предлагает своим клиентам разнообразные поездки и путешествия по выгодной цене. Индивидуальный подход каждому позволяет подобрать путешествие на любой вкус. Это может быть комбинированный тур-круиз, отдых с детьми, горнолыжный, пляжный или тур на выходные, автобусная экскурсия, либо тур вип-класса с особыми пожеланиями. Можно отдохнуть как на теплом морском побережье, то есть загорая, при этом встречая Новый год, можно поехать для тех, кто любит более классический отдых в эти дни, на горнолыжные курорты, то есть также в снегу это может быть и российские горнолыжные курорты, это и Краснодарский край, поближе к нам, Абзаково. Раннее бронирование позволяет избежать проблему отсутствия авиабилетов. Это также и гарантия того, что в последний момент вам не поменяет отель, либо дату вылета. Постоянно обновляемая база предложений поможет сделать правильный выбор, и тогда ваш отдых оставит в памяти только приятные воспоминания. Мы работаем без выходных и перерыва на обед. Ждем вас по адресу город Курган, улица Карла Маркса, 107, телефон 55 60 01. Сейчас смотрите прогноз погоды и проект «Выбери себе погоду». А я желаю вам всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Курганской области объявляет творческий конкурс «Ко Дню Матери» и «Году охраны окружающей среды в России». Мы глазами природы приглашаем к участию детей и взрослых. Нас много, живая планета одна. Посмотри на себя ее глазами. Что ты видишь? Пишите, рисуйте, рассказывайте. Все подробности по телефону 42 54 14. Магазин «Родео». Дамские молодежные пальто и пуховики. Кульбышево 60, ЦУМ, секция 5. 65 тысяч километров пути. 14 тысяч факелоносцев. 83 региона великой страны. Ради одной цели. Олимпиады, которая стала нашей. Курганская область. Часть великой спортивной державы. За Уралье умеют побеждать и знают цену спортивных достижений. Курганская область достойно примет эстафету Олимпийского огня на своей земле. До нашего телефон старшего брата – это вариант. Назначать свидание с девушками из его телефонной книги – это мотив. Таня, привет! Мотив сильнее правил. Все смотрят СТС. Используй это. Подай объявление в горячую рекламу на телеканале СТС на точках приема объявлений. Курганская область. Всем привет! С вами Лилия Тельняк, ведущая нового сезона проекта «Выбери себе погоду». Согласитесь, вам приятнее смотреть на девушку без видимых недостатков, нежели с ними. Тем более, что практически все проблемы решаемы. В нашем случае финалистки – красотки первого класса. Но даже у них могут появиться проблемы с лицом, телом или волосами. Проверенная, качественная, а главное, лечебная косметика бренда «Дошали» поможет нашим телеведущим выглядеть роскошно не только под слоем тени и румян, но и без какой-либо краски на лице. Кристина Курочкина – личность публичная, работает актрисой. Для нее совершенная внешность – приоритете. Специалисты Центра красоты «Дошали» сделали финалистке необычную, даже эксклюзивную маску из грязи и мертвого моря. Богатая природным железом, маска смывается не просто так. Она убирается исключительно магнитом. Как чувствовала себя Кристина в роли железной леди, смотрите далее. Я вас умываю малочком. Это очень мягкое очищение. В состав малочка входят масла растительные и экстракты трав. За счет этого идет очень мягкое очищение. И в момент очищения кожа увлажняется и питается. Сейчас будет у нас очищение пилинг. Гелевый пилинг с гиалуроновой кислотой, маслом авокадо. Он нежно скатывается. Вместе с собой отшелушиваем мертвые клеточки эпидермиса. Сейчас будем непосредственно наносить питательную масочку. Она питает вашу кожу. Глазки закроем. И затем магнитиком снимаем. То есть увлажняем, питаем и очищаем кожу магнитом. Мы все загрязнения из вашей кожи удаляем. Это будет такое вытяжение магнитом из вашей кожи. Всего вредного. Красиво, что ты чувствуешь? Я чувствую такой приятный аромат, во-первых, очень. И ощущения такие, я чувствую, как кожа так хорошо-хорошо. И она как будто бы говорит мне спасибо, спасибо. Очень-очень великолепные ощущения. Сейчас мы полностью очищаем кожу. Посмотрите, насколько она увлажненная. Ой-ой-ой, как кожа младенца. Как персик. Да, такой персик. Очень приятные ощущения. Вообще, то, что я говорю, нужно испытать каждому. И в него супер-супер-супер. Вот. Можно посмотреть. Кристина, у тебя есть комплекс. Конечно, как у всякой девушки, есть комплексы. Но я их очень хорошо прячу. Что тебе доставляет удовольствие в жизни? Творчество, моя работа доставляет огромное удовольствие. И очень люблю быть красивой. И всем нравится. А какой твой секрет красоты? Мой секрет красоты – это хорошее настроение, улыбка и оптимизм прежде всего. Если ты смотришь с радостью в будущее, то и в жизни все хорошо. И, соответственно, внешность тоже улучшается. Для молодой кожи Кристины маска из натуральных компонентов – самый раз. Скорее всего, финалистка уже похвасталась на своей странице фотографии своей обновленной кожи. Ведь у нее есть сим-карта от генерального партнера проекта оператора сотовой связи «Мотив». Автоматически всем участникам подключили услугу интернет-марафон. С ней фотографии загружаются за считанные секунды. Дорогие телезрители, смотрите в следующем выпуске. Почему Жанне Соколовой не стали делать процедуру для молодой кожи? И как финалистка упала с высоты пятого этажа? Следите за выпусками на телеканале СТС по будням 18.30, на кабельном канале Курган.ру и на одноименном сайте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрю, у тебя мебель новая. Взяла кредит в Восточном экспресс-банке. Ты же раньше в другом банке брала. Представляешь, у них для добросовестных заемщиков экономия до 30 тысяч рублей. Условия как для своих клиентов. А все потому, что я плачу по кредитам. Вовремя. Восточный экспресс-банк. У вас можно оформить кредит как для своих. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Анастасия Льмайкина. Спонсор программы Восточный экспресс-банк. Доступные кредиты рядом с домом. Узнайте свою экономию по кредиту по телефону 8 800 100 ровно 7 100. А теперь о прогнозе синоптика. В предстоящую пятницу через Зауралии пройдет атмосферный фронт с сопровождаемыми полями облачности и осадков. И лишь к вечеру скажется влияние антициклона, благодаря чему постепенно распогодится. В Тюмени и Челябинске кратковременные осадки около нуля. И плюс 3,5 соответственно. В Екатеринбурге без существенных осадков от 0 до плюс 2. В Кургане облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 3,5. В нем в Кургане облачно с прояснениями преимущественно в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный. 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 4,6. Атмосферное давление будет расти. 18 октября солнечная активность и геомагнитное поле спокойны. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Кто станет новой телезвездой? Голосуй за финалиста проекта «Выбери себе погоду» на сайте kurgan.ru и смотри выпуски испытаний на канале СТС по будням в 18.30. Официальный партнер проекта «Выбери себе погоду» – Центр красоты Дашили. Встречайте новый Телесейм. Читайте в новом номере журнала Телесейм. Сколько стоила суррогатная мать для Пугачевой? Как снимали фильм «Сталинград»? Как узнать свои истинные биоритмы? Новый номер Телесейм в продаже со среды 16 октября. Покупайте Телесейм в магазинах «Метрополис», «Магнит», «Красное и белое» и в сети «Ното». Продаешь, покупаешь или меняешь автомобиль? Скажи об этом в бегущей строке. Потому что с 1 по 31 октября в таком объявлении каждое третье слово бесплатное. Найди свою активную точку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...